Ибо не имеем здесь постоянного города, но ищем будущего. Послание к евреям, 13 глава. Кандагар. Здесь немного жарче в том смысле, что здесь немного больше проблем, чем где бы то ни было. Здесь, несомненно, не до шуток. Жизнь возвращается к нему. Это, несомненно, одно из самых бурлящих мест в Афганистане на данный момент. Нас заставляют носить шлемы. В каждом месте, куда мы едем, на нас, кажется, навешивают все больше снаряжения. Мы находимся на краю минного поля, и ситуация довольно напряженная. Это максимально близкое расстояние, на которое мы можем подойти. И мне сейчас не хочется подходить ближе. Дым войны. Афганистан. Часть третья. Экстремальная реалиция шоу. Уилл Деккер. Тим Скотт. Борнео. Афганистан. Монголия. Тибет. Китай. Приключения в пути. После того, как мы оставили Кабул, можно было подумать, что можно почувствовать облегчение, но это не так. Мы направлялись на юг, на территорию Талийбана, и знали, что все будет становиться еще хуже. Мы направлялись в Кандагар, но оказалось, что погружаемся в Дантов ад. Наша миссия состояла в том, чтобы проповедовать Евангелие афганским кочевникам, но кто знает, что мы обнаружим, когда доберемся туда. Мы могли только уповать на Бога, который направляет и защищает нас. Иногда у нас есть бронежилет, иногда нет. Но хорошо, когда есть. Послушайте эту историю. Один парень рассказал нам, что они попали в засаду недалеко от городского кладбища, куда мы направляемся сейчас. Там было где-то 17 человек. На следующий день их арестовали. Но утром они попали в засаду, и один парень получил три выстрела в область груди. Это не слабо. Вот почему нужно носить бронежилет. Итак, мы направляемся на городское кладбище. Сейчас идет дождь. Вы можете в это поверить. Идет сильный дождь, который появился просто ниоткуда. Такое трудно представить в Афганистане. В действительности говорят, что здесь количество атмосферных осадков составляет всего 4 миллиметра, но у нас было гораздо больше. Местные говорят, что пребывание американцев здесь хороший знак, потому что сейчас у них есть зеленая трава благодаря дождю. Это свалка оставленных танков. Их здесь много, некоторые от маджахедов, некоторые от русских, другие после многочисленных войн, которые здесь велись. На этих танках написаны небольшие послания, например, американскими солдатами. На первом танке, мимо которого мы проходили, написано «Спасибо, Америка». Есть шутливые надписи «Где моя почта?» и тому подобное. Интересно, что недавно здесь произошел бой. И позади меня вы можете видеть человека, который держит на прицеле здание, откуда велся огонь. Мимо шел американский транспорт. Когда они проезжали здесь, по ним начали стрелять. Они выскочили, и потом завязалась перестрелка. Один из американских солдат получил три пулю в свой бронежилет. Я вам об этом уже рассказывал. То есть по-прежнему здесь бывает достаточно жарко. Идет большая гроза, поэтому нам нужно уезжать отсюда как можно быстрее. Сегодня у нас миссия. Мы выезжаем через 12 часов. Кандагар, палатка для пресса. Следующая остановка — огневая позиция. Мы отправляемся к пограничному району с Пакистаном на огневую позицию. Огневая позиция — это зона интенсивных военных действий. Эти парни сражаются с Аль-Каидой и Талибаном буквально каждый день. И завтра мы отправляемся туда с полковником. Кандагарская авиабаза 830. Кандагарская авиабаза 830. Удивительный полет из Кандагара. Мы стартовали в пустыне бесплодной местности. Затем вы начинаете видеть зеленые островки, и затем летаете в горы. Мы петляли между горами очень близко к ним. Они зависали над горами. Апачи летят сверху в качестве прикрытия. У нас также есть пара черных ястребов. Они летают на дальние огневые точки и доставляют туда боеприпасы. Сегодня они заняты тем же. Каждый день они делают это. Этот район представляет собой зону интенсивных боев. Здесь происходит множество столкновений. Эти ребята говорили нам, что они постоянно участвуют в стычках. Здесь есть особые подразделения. То есть это самое гуще событий. Это приграничная зона. Возможно, именно в этих местах прячется Бен Ладен. Все спрашивают, почему Бен Ладена не могут поймать. Где он? Почему мы не можем найти его? У нас множество сил, все его ищут. Почему мы не можем его обнаружить? Вы не можете представить себе, насколько большой этот Афганистан. Это просто огромная территория. Когда мы летели на черных ястребах, через долины на огневую базу, холмы раскинулись на огромную территорию, а мы пролетаем всего лишь над одной провинцией. Если посмотреть во время полета, это огромная гористая пустыня среди неизвестности. Поэтому так трудно найти этого человека. Капитан говорит нам, что в этой пещере прятали танки, как талибан, так и советские войска. Это глубокие темные пещеры. Посмотрите, какие высокие у них своды. Здесь совершенная тьма. Это отличное место для того, чтобы спрятаться. Мы могли с легкостью пропустить эту пещеру, проехав мимо нее и даже не заметив. Она огромная. Но здесь есть еще и меньше, и они ведут в глубину гор. Из-за этого испытывают разочарование, но охота продолжается. Огневая позиция Салерна. Сегодня утром мы на построении. Думаю, это десантные подразделения. Вчера они участвовали в вооруженных стычках. Сейчас они выдают лиловые сердца парням, раненым в боевых действиях, в которых они участвовали. Вы можете видеть парня, который получил ранение в лицо. Другой был ранен в руку. Но эти ребята проведут здесь еще два месяца. В этой огневой позиции происходят постоянные стычки и конфликты с народным ополчением и войсками коалиции. Поэтому сейчас они поднимают дух военных, чтобы они твердо стояли и выдержали еще два месяца. Мы вернемся на Черных Ястребах и полетим обратно в Кандагар. Вперед! Субтитры создавал DimaTorzok Кандагарм на следующий день. Прошлой ночью была пылевая буря. Сегодня мы выходим вместе с военными на медицинскую миссию. Они встречаются на брифинге после того, как натыкаются на засады и суммируют суть операции двумя словами. Прикрывайте спину. Никому не нравится происходящее, но никто не подвергает его сомнению. Это их долг. Все готовятся к худшему. Затем им дают приказ выдвигаться. Куда мы направляемся? Что там будет? Как все это получилось? Мы остановились. Сегодня медицинская миссия. Мы въехали в эту деревню посреди неизвестности. Здесь очень ветреная пыль. На зубах скрипят пыль и песок. Они забиваются в глаза. Очень ветрено. Видимость плохая. Невозможно видеть окрестности. В этой деревне одни землянки. Это очень удаленная деревня. Мы сейчас недалеко от Кандагара. Сюда привезли медицинскую команду, которая поставит палатку, пригласит людей из деревни, потом поговорит со старейшинами. Здесь с ними афганские национальные подразделения. Они выставили повсюду посты. Сегодня они отвечают за безопасность. Афганские национальные подразделения. Условия здесь очень сложные, и гуманитарная помощь – это большой плюс. Она начинает изменять умы и сердца людей, особенно в Кандагаре, центре страны Талибана. Несомненно, это идет на пользу для сил коалиции. Но не только это. Миссия помогает строить лучшее будущее и указывает на плод того, ради чего здесь находятся американские войска в составе этой коалиции. Два дня спустя. В прошедшие два дня мы ездили с гражданским подразделением и занимались гуманитарной работой. Мы занимались медицинской работой, что очень хорошо. Во всем Афганистане после 23 лет войны видно совершенное разрушение. В большей части страны вся инфраструктура разрушена, здания повреждены бомбами. Тут нужно совершить большую работу. Это восстановление на более высоком уровне. Мы видели, как создается армия и силы безопасности. И очень важный процесс восстановления Афганистана – это осуществление медицинской и гуманитарной работы. Сейчас они ездят, встречаются с лидерами деревень и узнают, что нужно в деревне. Эти люди очень долго не получали никакой помощи в этом регионе. Талибан ничего не делал, не предоставлял никакой помощи. Поэтому эта работа необходима. И речь заходит о воде для полей или выкапывании колодца, или о чем-то подобном. В прошлый раз они привезли для детей футбольные мячи. Такие простые вещи, которых у них не было никогда. Это созидает доверие. Нам рассказали, что когда они начали приезжать в деревни, люди бросали в них камни и тому подобное. Ведь боевые действия идут здесь очень давно, и эти люди уже никому не доверяют. Но сейчас в регионе Кандагара созидается все больше доверия. Это замечательно, на мой взгляд. Мы участвовали в медицинской миссии в течение двух дней и видели, как гуманитарные усилия по-настоящему помогают афганцам. Мы молимся о том, чтобы Господь открыл для нас дверь про возглашение Евангелия, и чтобы сердца людей захотели его услышать. Услышать. Одна из интересных историй, которые мы услышали, и мы не уверены в отношении деталей, повествует о том, как эта церковь была построена. Когда американские силы прибыли в Кандагар, они узнали, что у них есть лейтенант, который занимался строительством. И он сказал, что первым зданием, которое он возведет, прежде всего, это часовня. Он столкнулся с большим противлением, но сказал, послушайте, я не буду строить что-либо до того, как построю Дом Божий. Вот такая отличная история. Это здание стало первым из тех, что были построены здесь, и вы можете убедиться, насколько оно красивое. Каждое воскресенье здесь собирается самое большое в Афганистане собрание верующих. То есть вы можете видеть заполненную церковь здесь, в Кандагаре, который раньше был твердыни Талибана, откуда он и возник. Теперь это место, где может собираться вместе самое большое христианское собрание. Мы побывали в Кандагарской часовне, и было прекрасное служение. Кандагарской Это служение было ободряющим. Все люди служили и поклонялись Господу. Для нас большое воодушевление быть здесь и видеть самое большое во всем Афганистане собрание. Видеть, как они поклоняются Господу и горят для Него. Несомненно, мы получили здесь благословение. Служение было отличным. Сейчас мы беседуем с лейтенантом-полковником Янгом. Он рассказал мне перед служением удивительную историю о том, что происходит в Афганистане. Лейтенант, пожалуйста, расскажите нам ее. Конечно, одно из тех дел, которыми мы занимаемся, это работа с афганскими генералами в отношении машин, чтобы заниматься логистикой. Я беседовал с одним генералом и спросил, что мы можем сделать для народа Афганистана. Больше промышленного или сельскохозяйственного оборудования. Он ответил, нам нужен дождь. Тогда я сказал ему, в Америке, когда американские индейцы хотели вызвать дождь, они исполняли танец дождя. Я не буду исполнять танец дождя, но я скажу, что сделаю. Я попрошу людей в Америке молиться, чтобы Бог вновь послал дождь. Интересный факт. С тех пор, как к власти пришел Талибан, началась засуха. Мы молимся о том, чтобы Бог послал дождь, и чтобы они познали, что Божья любовь может им помочь. Победа в этой войне не будет достигнута силой или насилием. Но мы должны побеждать зло добром. И вера действует любовью и высвобождает благодать. Мы должны любить этих людей и показывать, что существует лучший путь. Вот почему мы здесь. Оружие наше неплодские. Никакое орудие, сделанное против нас, не будет успешным. Мы рады быть здесь, и мы знаем, что Бог совершит, если мы будем просить его. Люди в Америке молятся, чтобы Бог послал дождь. Мы знаем, что Бог отвечает на молитвы, поэтому есть надежда. А вне Бога надежды нет. Аминь. Нам осталось провести в Афганистане около восьми дней. Сегодня мы решили пойти и встретиться с кочевниками. Нам говорили, ребята, не делайте этого, это слишком опасно и тому подобное. Но кажется, здесь все хорошо. Все здороваются с нами. Поэтому мы пойдем и прогуляемся немного. Возьмем с собой рюкзак вещей, которые можно раздать. Библии и прочее. Мы просто пойдем познакомиться с крестьянами и с кочевниками. Мы пришли и подарили им зимнюю одежду, потому что здесь становится весьма холодно зимой. Отдали им оставшиеся с Монголии. Я не мог взять с нами переводчика, потому что все они были заняты чем-то на базе. Мы смогли раздать людям Библии. Я подозреваю, что, возможно, только один из них умеет читать. Но в любом случае, мы пришли сюда, познакомились с ними, начали открывать двери для того, что может происходить здесь в будущем. Этот человек очень хорошо к нам отнесся. Он усадил нас, налил нам чай, дал подушки, чтобы мы могли облокотиться. Это то, что можно обнаружить по всему миру, что общее для всех людей. Сержант Хартли сказал, что некоторые из этих людей обстреливают конвои, но к нам они отнеслись очень дружелюбно. Мы пришли безоружными, просто с рюкзаками и раздаем вещи. Люди видят это, и поэтому я думаю, что мы можем отделить себя от военных американских сил. Это Библии, которые мы раздаем. Они на языке Дарри, очень симпатичные. Это Новые Заветы. Мы сеем здесь семя Божьего Слова и верим, что Господь придет сюда и что-то произведет потом. И хотя здесь есть только один человек, который умеет читать, не думаю, что другие умеют. Но, тем не менее, здесь присутствует нужда в большем количестве делателей. Это я понимаю точно, глядя на эти непаханные для Евангелия поля. Лагерь Феникс. Наше время в Фениксе подошло к концу, я не знаю, что думать. Мы были здесь очень короткое время. Мы улетаем завтра. Это наш последний день в Кабуле. Несомненно, у нас было здесь отличное время. Мы ожидаем, что будет дальше в наших путешествиях, и что произойдет в этой нации. И мы ждем, что в этой нации, в этом народе люди будут обращаться к Господу. Конечно, мы будем продолжать молиться об этом. Эй, куда вы? Как дела? Хорошо, мы уезжаем. Спасибо, что приехали сюда. Нам понравилось. Да, спасибо, это было здорово. Увидимся. Благословений тебе. Спасибо, что приехали. Мы очень хорошо провели время. Несомненно. Было очень приятно познакомиться. У вас появляется много друзей. Некоторые сказали, нам будет не хватать вас, потому что вы стали частью базы, и все будут по вам скучать. Это было приятно услышать. Вам понравилось, как мы проводили время с вами? Да, мне понравилось, честно. Особая благодарность солдатам армии Америки. Да благословит и защитит вас Господь. Мы получили благословение от того, что стали частью их жизни. Это особенные люди. Да, очень особенные. Хойт, это было здорово. Да, точно. Да, Шерман, совершенный солдат. Универсальный. Добавить к этому просто нечего. Я ежедневно благодарю Бога за то, что Тим и Вилл сделали для меня и моих людей. Они привели меня и трех членов моего взвода к познанию Господа. Сержант Хойт. Что вы можете сказать о времени, которое мы провели вместе? Это здорово. В отношении всей команды? Да, нам будет вас не хватать. Мы тоже будем скучать. Мы зашли так далеко. Мы зашли так далеко. Путешествие, в котором мы побывали. Дорога, которую мы прошли. Это была жизнь. Новая жизнь. Абсолютно новая. Два миссионера, которые не вернулись из Афганистана домой, но продолжили путешествие. Новая жизнь. 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 Я видел Божию силу собственными глазами. Вот почему я пришел сюда сегодня. Приключение в пути вернется. Африка. Приключения в пути второй сезон теперь можно приобрести на дисках. Заново проживите увлекательные путешествия каждого эпизода. Получите удовольствие от приключений. Приключения в пути наполнены кадрами, которые ранее не показывались. И бонусными материалами, и прекрасно подходят для молодежных групп, групп по изучению Библии и любителей приключений на диване. Позвоните по телефону, указанному на экране, чтобы получить домой полный набор приключений в пути. Приключения в пути. Продолжение следует...